Помимо нового обновления, где нам добавили крутой хэллоуинский ивент, еще добавили в игру новые жаркие призы. Сегодня я покажу полностью все призы, что где как стоит и что как едет, потому что в конце мы с вами получим две крутые тачки. Но перед началом советую вам использовать топовый промокод. Заходите вот сюда в меню, далее промокод и вводите сюда Элмайк. Нажимаем активировать и мы с вами получаем гелик 30 тысяч, среднюю випку, с которой можно фармить донат. А также еще и скин, это самый лучший промокод на всем Грандмобайле, пользуйтесь. Первый приз, который получает абсолютно каждый игрок на всем проекте, это молот некромантов. Вот такой вот аксессуар, получаемый за час игры, просто так вот бесплатно. Пытаюсь надеть этот аксессуар и что-то он у меня не отображается, возможно какой-то баг с этим аксом. Но в любом случае этот аксессуар очень дешевый, его можно купить за 9 тысяч, 9 450, но странно что не дешевле, учитывая то, что еще раз повторюсь, каждый абсолютный игрок его за час игры бесплатно получает. Если по 20 кто-то продает, кто-то по 840 выставил. Я бы этот аксессуар оставил себе и через какое-то время продал бы его лучше подороже, когда бы новые жаркие призы обновились. Мы переходим дальше ко второму уровню, здесь мы получаем также за 1 час игры, также бесплатно абсолютно каждый, ровно 150 тысяч рублей. Тут как бы все понятно, а вот дальше халява, так сказать, заканчивается для тех игроков, которые вообще не донатят в игру. Но все же, имея даже 359 грандкоинов, которые мы с вами также можем и бесплатно нафармить, да, там при открытии серверов других, там 6 часов мы заходим. И куча-куча других способов, я об этом даже снимал отдельный ролик, если что, посмотрите. В любом, в общем, случае жаркие призы всегда были и будут очень и очень выгодные, даже если где-то есть донат. В общем, на третьем уровне мы с вами получаем скин Чарли Хэнэма за 359 грандкоинов. Вот так он, в принципе, выглядит, это у нас знаменитый актер, думаю, все его многие тоже знают. Кому-то может даже очень понравиться. Ну а данный скин продается на гранд-маркете и за 157 тысяч есть, и как бы и за миллион. Грубо говоря, средняя цена где-то 200-250 тысяч рублей за такой скинец. Но опять же, эти все цены будут расти и расти, если вы будете держать эти как бы предметы, аксы, скины при себе, да. После этих жарких призов каждый предмет, который вы купите, конечно же, вырастет в цене, потому что это будет что? Правильно, эксклюзив. Переходим мы, значит, дальше. За час игры мы бесплатно получаем вот такой вот топовый интересный акс, дрон-помощник. Он вроде как не анимированный. Пытаюсь его надеть и... понятно, снова баг. Ну благо хотя бы на картинке мы увидим, как он выглядит. По цене данного аксессуара, к сожалению, я прям точно вам сказать не могу, потому что висит всего лишь одна позиция за 31 500. В принципе, что можно сделать? Купить сейчас этот акс и выставить, например, его за 100-200к. Поэтому как бы понятно. Следующий приз, который мы с вами получаем также абсолютно бесплатно за час игры, это открытие кейса. Самого нового кейса, кейс воздушные шары. Стоимость открытия 120 гранд-коинов. Отсюда, кстати, очень хорошо дропает и возможно выбить воздушный шар. Также здесь нет, знаете, какого-либо вида такого хлама, всяких дешевых аксов, там каких-то ненужных тачек, там окушки и так далее. Тут все поделают. Падают денежки, экспишки. Ну и, собственно, сами шарики. Вот, буквально за несколько открытий, пожалуйста, шар свинка. Топовый угарный шарик, который стоит кучу денег. Забираем. Ну и следующий приз, также абсолютно бесплатно. Слушайте, сколько мы бесплатных призов после вот этого скина получили? Три целых. Еще один скин, это Мэтью Макхонахи. Забираем мы его также бесплатно за час игры. Надеваю. И это тоже у нас знаменитый актер. Многие тоже, думаю, его знают. Помнят, в принципе, популярные личности. Вот в таком тоже интересном костюме. Фанатики, думаю, оценят. Ну а не фанатики, приготовьтесь узнать цену данного скина. А она еще и дешевле, чем на предыдущий было скин. Тут его можно купить и за 84 тысячи. Он висит за 89, 105, 500 и 525. Как бы, я думаю, средняя цена данного скина примерно 150-200, возможно, даже тысяч. Опять же, зависит все от времени того, когда вы это будете продавать. Дальше у нас уже уровень платный за 599 грандкоинов. Это скин Колин Фаррелл. Тоже еще один скин. По виду он выглядит имбовее, чем остальные. Вот такой вот у него интересный, симпатичный костюм. Кроссовочки белые, в очках он. Давайте узнаем его цену. Вот он у нас висит. И слушайте, он один из самых дорогих. Но оно и понятно, потому что он тоже за донат покупается. И вроде как самый последний, да, уже из скинов. Самое дешевое за то, за сколько он висит, это 420 тысяч. А так, в среднем, я вижу цифру около 600 и 792 еще даже есть. Если вот этого конкурента, так сказать, убрать за 420к, А то, в принципе, этот скин, я думаю, его плюс-минус около 600 можно будет и продать. Опять же, это если вы хотите продать его прямо сейчас. Следующий уровень мы также получаем бесплатно за час игры. И здесь аксессуар анимированное розовое сердце. Мне кажется, он будет выглядеть очень топово. Потому что на картинке он смотрится очень и очень красиво. И я надеюсь, он на нас сейчас наденется. Он вроде как легендарный. Кстати, этот аксессуар сейчас у меня слот занят только. Ну и пожалуйста, наденься. Он надеялся же. Ну где же ты? Мне так хотелось на него посмотреть. Теперь, возможно, это на новых скинах он так багается, эти акции. Я не знаю. Но очень жду фикса. Очень. Потому что мне очень сильно понравился по картинке данный аксессуар. Если он еще анимировано красиво так бьется, то вообще будет топчик. В таком стиле, как из Майнкрафта. И, кстати, по цене он есть и за 840 тысяч. Есть по 420, 210, 315. И, короче, самое дешевое за 210. Примерная стоимость данного аксессуара. Сейчас на данный этап времени около 300-400, возможно, к. Ну что ж, остается у нас самое-самое жирное. Следующий уровень у нас идет за 999 грандкоинов. Здесь мы получаем Toyota AE86 Team NFS. Из NFS-ки, ребятки. Кто играл Need for Speed Underground, обязательно напишите в комментарии. Я прочту. Я очень в детстве обожал серию данных игр. Немножечко нас, правда, заскамили. Потому что на тачке нет никакого винила, как было изображено на картинке. Она в каком-то темно-темно-зеленом, как зеленка, цвете, знаете. И у нее очень хорошие разгоны, классное, в принципе, управление. Максимальная скорость у нее в стоке 274 км в час. И как для такой тачки, это очень граждан, господи по встречке-то едешь-то. Ё-моё, хоть бы свернул куда. Вот теперь стой там. Ну и самый-самый жир и самый топ, что мы здесь получаем в жарких призах бесплатно за 1 час игры. Это Dodge Challenger Shaker FN-F7. Господи, язык сломаешь. Он у нас тоже, к сожалению, без каких-либо винилов, как было изображено на картинке в жарких призах. Почему так? Возможно, это какой-то баг. И скоро это пофиксят и наденут все-таки те винилы, в которых они и должны быть, эти тачки. У него вот такие вот защиты, типа сзади, спереди, кенгурятник такой. С места эта тачка очень хорошо разгоняется, моща присутствует. В принципе, это как бы американская тачка, маслкар считается, поэтому как иначе. Давай, 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 кочегарь. Возможно, он, кстати, 300 в стоке поедет. И да, ровно 300 км в час в стоке. Сейчас это увидит редкость на новых тачках, прям такие максимальные скоростя 300, да. Управление у этой тачки, конечно же, не такое шикарное, но оно как бы есть, хорошее пойдет. Ну и суммарно, если мы с вами все призы эти получим, по хорошим ценам как бы продадим, аксессуары, скины, все эти автомобили, то выйдет от 8 до 10 миллионов примерно, в зависимости, конечно же, от вашего сервера. Я, если что, играю на 20. Ну и это очень и очень хорошо и выгодно. Ну а я с подписчиком с вами прощаюсь, увидимся в следующем новом видеоролике.